Лекцию коротко можно озаглавить об астробиологии за 20 минут. Ну, все, что успею рассказать, не обессуете. Идея первая. Определимся с терминами, что такое астробиология. Астробиология иногда называют экзобиологией. Это комплексное научное направление, то есть междисциплинарное, на стыке множества наук, занимающиеся, если коротко сказать, поисками жизни Вселенной. Различными аспектами, гипотезами. Поиск этот пока безнадежный, к сожалению. То есть ни одного свидетельства существующей жизни во Вселенной, кроме как на планете Земля, либо следов, достоверных следов существования жизни Вселенной где-то за пределами Земли, когда-либо в прошлом, пока нет. Но сам поиск интересный, он не прекращаясь почти сто лет у нас уже ведется. Ну и эта история, мне кажется, заслуживает внимания. Жизнь на Земле. Единственная жизнь, которая нам известна, это жизнь земного типа, жизнь на нашей планете. Здесь перечислены краткие тезисы, некоторые связанные с жизнью Земной. Нашей планете 4,5 миллиарда лет. Достоверные свидетельства существования жизни на Земле датируются возрастом примерно 2 миллиарда лет назад. Уже точная жизнь на Земле была в виде простейших микроорганизмов. Есть спорные, сомнительные факты, которые оспариваются, не всеми учеными принимаются, что жизнь на Земле возникла примерно уже через 500 миллионов лет после формирования Земли. И с тех пор жизнь не прекращается. На данный момент около 9 миллионов разнообразных видов живых существ на Земле есть. Можно выделить особенности, которые, возможно, влияли на возникновение жизни на Земле. Например, что у нашей планеты есть замечательный спутник Луна, который стабилизирует ось вращения, и это, возможно, было фактором. Есть Юпитер, массивная планета в Солнечной системе, которая как пылесборник, как пылесос, собирает в себя большую часть метеоритов, комет, и, соответственно, обезопасивала в прошлом историческом нашу Землю от массированной бомбардировки метеоритной. Ну, возможно, если бы не было Юпитера, то и жизни бы на Земле тоже не было. Температурный эффект, что на нашей планете вода, жидкая, может существовать, тоже немаловажно, и многие другие. Мы не знаем, какую жизнь во Вселенной вообще искать, но, как в анекдоте говорилось, ищем под фонарем, ищем то, что соответствует примерно нашим представлениям о жизни на Земле. Ну, да, начать, конечно же, стоит с жизни вокруг нас, ну, в ближайших окрестностях нашей планеты, то есть в самой Солнечной системе. Когда-то на заре начала этих поисков астробиологических считалось, что жизнь на Земле есть безусловно, и жизнь разумная, и очень скоро, вот буквально еще чуть-чуть, мы с этой жизнью встретимся, с нами будут на контакт представители разумных цивилизаций. Считалось, что есть возможная жизнь на Венере, причем разумная жизнь, жизнь на Луне, жизнь на Марсе. Про Марс вообще была такая уверенность, что, по слухам, Французская академия наук в начале прошлого века предложила денежное вознаграждение первому человеку, который вступит в контакт с представителем внеземной цивилизации, кроме Марса, кроме марсиана. То есть считалось, что за Марс давать бессмысленно, еще чуть-чуть, Марс точно с нами на связь выйдет. Но прошли годы, мы изучаем окружающее нас космическое пространство, изучаем Луну, изучаем Марс, изучаем Венеру, никакой жизни на этих планетах нет, не обнаружено. Жизнь на Луне была в виде 12 астронавтов, одно время были аппараты космические. Означает ли этот факт, что вообще жизни в Солнечной системе нет, и искать здесь нечего? Нет, это не так. То есть много загадок Солнечной системы себе еще таит. Косвенным тезисом, подтверждающим, не только подкрепляющим нашу уверенность, что можно что-нибудь найти в Солнечной системе, является тот факт, например, что в различных кометах, в метеоритах, в метеоритном веществе обнаружены сложные химические молекулы, в том числе аминокислоты. Ну аминокислота, это, конечно, не свидетельство жизни, она естественным образом может возникать, но, тем не менее, достаточно сложное вещество, ну чтобы задуматься, а может быть из этих аминокислот где-то за миллиарды лет какая-то жизнь возникла, эволюционировала. Эволюционировала. Жизнь на Марсе. Много тайн в себе содержит наша, одна из ближайших планет Марс. Ну, например, интерес вызывает марсианские пещеры, так называемые, такие вот провалы. На Земле подобные провалы, карстовые, образуются, вот есть подобное что-то на Марсе. Было бы интересно заглянуть в эти пещеры, посмотреть. Если жизнь в каком-либо виде, в простейшем хотя бы есть, то, скорее всего, где-то под поверхностью Марса она в таких пещерах может существовать, какие-то экосистемы. Пока технологий у нас добраться в эти пещеры нет, может быть и есть, но денег это стоит колоссальных, марсоходы, понятное дело, туда не закатишь. Еще важным фактором здесь является тот факт, что на Марсе давно известно, есть вода, H2O. Вот на слайде показаны фотографии, сублимирующиеся лед на Марсе. Еще один интересный факт, связанный с изучением Марса, заключается в том, что на Марсе обнаружена концентрация метана. Низкие, но достаточные для того, чтобы этим феноменом заинтересоваться. В 2003 году впервые было зафиксировано повышенное содержание метана на Марсе. Правда, ну, пока спорный аспект. Орбитальные телескопы говорят о том, что метан есть. Марсоходы, кьюриосити марсоход, например, никакого метана там не обнаружил. Это ни о чем пока не говорит. На Земле источником метана основным являются два фактора, два явления. Это вулканическая активность и жизнедеятельность живых организмов, микроорганизмов, либо крупного рогатого скота. На Марсе действующих вулканов нет, крупного рогатого скота, по всей видимости, тоже. А вот микробная жизнь в каком-то виде может быть. И это большая проблема, которой можно заниматься. В частности, одна из программ по изучению, по поиску этого метана, определению концентрации, программа «Экзомарс», вы о ней, возможно, слышали. Это совместный проект российского космического агентства и европейского космического агентства. Год назад ракета стартовала, в октябре 2016 года вышла на орбиту. Там два аппарата было. Один спутник орбитальный, который должен концентрацию в атмосфере изучать. И посадочная платформа, вот, к сожалению, посадочная платформа разбилась. Но спутник вышел на орбиту, ну и скоро с него начнут поступать какие-то данные. Возможно, что-нибудь мы там найдем. Следующая идея. Планеты океаны. Особую интригу в себе содержат маленькие планеты-спутники газовых гигантов, покрытые водой. В частности, спутник Юпитера Европа. Покрыта поверхность Европы представляет из себя лед толщиной примерно 10-30 километров. А вот под коркой льда, возможно, есть вода именно в жидком состоянии. Из-за того, что приливные силы действуют на Европу и деформируют постоянное ее внутреннее ядро, внутри температура может быть близка к нулю. И, соответственно, там может вода, и она там в очень больших количествах есть, возможно, там огромный океан под поверхностью Европы содержится. Разные изначально теории строились. Возможно, жидкой воды нет на Европе, но, может быть, она и есть. Вот по недавним, да, вот здесь анимация показывает количество воды вообще на этом спутнике Европа. Он примерно по размеру соответствует размеру Луны, но вот воды, вы видите, здесь даже больше, чем на Земле. По последним данным, пока еще не подтвержденным, орбитальный телескоп Хаббл зафиксировал извержение гейзеров водных на Европе. И, возможно, это такое подтверждение в пользу того, что жидкая вода все-таки есть. Возможно, есть области, где толщина поверхности ледяной маленькая, и вот вода может пробиваться. Было бы очень интересно под эту корку льда занырнуть хотя бы автоматическим аппаратом и что-то там увидеть. Представьте себе океан глубиной там 100 километров, который миллиарды лет был предоставлен сам себе, в котором есть в достаточном количестве многие химические вещества. Было бы очень интересно узнать, что там. Такие проекты разрабатываются, проекты очень дорогие, пока не реализованные, даже Соединенные Штаты не могут себе позволить, не говоря уж о других странах. Тем не менее, постоянно что-то, такие идеи возникают. Ну, возможно, это проект будущий для конгломерата стран, для всего мирового сообщества, если ему это будет интересно. Ну, кстати, вот могу порекомендовать интересный фильм. Он так и называется «Европа» в русском переводе. 2012 года как раз посвящен, правда, пилотируемой экспедиции к Европе. Ну, посмотрите, своя интрига там тоже есть. Другой и, наверное, наиболее интересный в этом аспекте объект — это спутник Сатурна-Инцелад. Он еще меньше, он 500 километров в диаметре всего. Но на Инцеладе точно известно, жидкая вода есть. На Инцеладе открытый, сфотографированный даже космическим аппаратом «Кассини», который в окрестностях Сатурна исследовательской работой занимается. Вот извержение именно водяных гейзеров. Вот модель, возможная модель формирования этих гейзеров. Под большим давлением корой и твердым льдом сдавливается вода, водоем, и, соответственно, под большим давлением вода может выплескиваться. Опять же, последние работы буквально несколько месяцев назад появились в средствах массовой информации. На южном полюсе Инцелада, по всей видимости, толщина вот этой ледяной корки тоже маленькая, порядка километра-двух, и оттуда бьют гейзеры. Ну вот, опять же, было бы очень интересно туда слетать, возможно, что-то найти. Но, опять же, это дело будущих поколений. Следующая идея. Ну, наверное, самая известная, когда говорят о поисках жизни во Вселенной, ну, сразу, наверное, ассоциации. Вот как астрономы слушают небо, ожидая услышать какой-то разумный радиосигнал. И именно радиопоиск — это вот следующая идея, о которой стоит рассказать. Условное начало радиопоисков жизни во Вселенной, то есть внеземных цивилизаций, можно состыковать с датой 1959 год, когда в научной печати появилась работа двух американских астрономов, как Кони и Моррисона, в которой они теоретически изложили свои тезисы по этому вопросу. Но, в принципе, довольно обстоятельно они показали, что человечество технически готово заняться поисками радиосигналов от других возможных разумных существ. Подробно описали, как это можно устроить, какие источники излучения использовать. Они впервые там описали, что именно радиосигналы на определенной частоте нужно использовать, скорее всего, ну, разумная цивилизация будет именно в этом диапазоне, ну, хотя не обязательно. Пока Кони и Моррисона теоретически обсуждали с коллегами эти возможности, другой человек, известный в области поиска внеземной жизни, Фрэнк Дрейк, не занимался теорией, он уже активно готовил, настраивал телескоп, независимо от них, готовил радиоселескоп к как раз началу поисков сигналов от разумной цивилизации. И в 60-м году, вот именно под его руководством, впервые были проведены работы по улавливанию радиосигналов. С тех пор, вот с 60-го года, то есть, считайте, почти 60 лет, астрономы непрерывно слушают небо. К сожалению, правда, никаких радиосигналов четко искусственного происхождения не было найдено, но проекты ведутся. Собственно говоря, вот в этих годах, 59-60-й год, начало работать вот это глобальное направление по поиску внеземной жизни. Оно вот так и называется, здесь вот есть аббревиатура, сети, вы, может быть, слышали, кто проблемой увлекается. Search for Extraterrestrial Intelligence, то есть поиск внеземного разума. Проекты самые разные. За 40 лет предлагались и до глобальных, чудовищных по масштабности проектов, например, проект Cyclo, в 70-х годах в Америке его предлагали осуществить, множество радиотелескопов, объединенных в целый такой комплекс, предполагалось построить и заниматься именно исключительно поисками радиосигналов от внеземных цивилизаций. По оценкам тех времен это бы заняло 10-20 миллиардов долларов. Цифры, сопоставимые, допустим, с лунной программой Соединенных Штатов, чудовищно большие, по понятным причинам этот проект так и не был реализован, и, скорее всего, что-то подобное вряд ли будет организовано. Ну, может быть, только если мы действительно какой-то сомнительный сигнал найдем и будем скидываться всей планетой деньгами, чтобы более подробно его послушать. Сейчас государственная поддержка проектов по поиску радиосигналов закончилась. Ну, здесь нужно сказать, что пока была холодная война, Соединенные Штаты и Советские Союзы занимались поисками радиосигналов от внеземной жизни, но параллельно решали и военные задачи, подслушивали друг за другом. Холодная война формально закончилась в начале 90-х. В Соединенных Штатах люди живут, которые умеют деньги считать. Правительство закрыло все государственные программы поддержки именно поиска внеземной жизни в радиосигналах. Сейчас проект сети существует, в первую очередь, за счет пожертвований. Вот наш соотечественник здесь прославился, Юрий Миллер, бизнесмен, который очень сильно вкладывается в науку мировую, в частности, вот его проект Breakthrough. Лиссон как раз связан с поисками радиосигналов внеземных цивилизаций. До 100 миллионов долларов он обещает пожертвовать на этот проект. И эти деньги пойдут на аренду рабочего времени крупнейшего телескопа. Одного из крупнейших телескопов, Гринбэнк, американского. Рабочее время телескопов стоит очень дорого. Сотни тысяч долларов, миллионы долларов. Плюс работа ученых, астрономов, которые будут задействованы здесь. Плюс вклад в развитие технологии радиопоиска. Другой интересный проект здесь, это проект сети Собака Хом, сети Дома, если расшифровать. Проект, в котором может поучаствовать любой желающий, не только владельцы сотен миллионов долларов, каждый из нас. Смысл проекта заключается в том, что вы заходите на сайт, соответствующий здесь даже ссылочка есть для желающих, скачиваете программу Screen Server, и ваш компьютер как бы подключается в распределенную сеть вычислений мировых. И каждый раз, когда ваш компьютер, ну не в спящем режиме, а вот именно в режиме скринсейвинга находится, часть его рабочей мощности тратится на то, чтобы скачать с сервера пакет данных и его обработать. Данных с различных телескопов поступает очень много. Небо постоянно слушается во всех возможных диапазонах. Эти данные скапливаются. Ученые просто не обрабатывают, не успевают их обрабатывать полностью. И поэтому любой желающий может посильный вклад оказать. То есть часть данных автоматически ваш компьютер выкачает и обработает. Возможно, таким образом вы поможете поиску внеземной жизни. На этом слайде показана желтая точка. Это область в нашей галактике Млечный Путь примерно размером около 200 световых лет. Диаметром 200 световых лет. Это, скажем так, наш информационный пузырь. Это расстояние, на которое удалились наши радиосигналы, которые мы испускаем с момента начала использования радиосвязи. То есть примерно 120 лет назад радиосвязь впервые вошла в употребление нашей цивилизации. И вот радиосигналы разлетаются в космос. Примерно на такое расстояние мы удалились. Ну, слайд показывает нам пока что наш несильный радиошум в масштабах галактики. Представьте, если на другом конце галактики есть такая же по уровню развития цивилизации, то сейчас они явно нас не узнают о нашем присутствии. Ну, вот там через 100 тысяч лет, диаметр нашей галактики примерно 100 тысяч лет, вот наши радиосигналы долетят в Дании. Следующая идея. Поиски следов астроинженерной деятельности. Идея здесь довольно простая. Заключается в следующем. Ну, вот мы можем рассуждать о различных формах жизни, и в том числе о различных формах разумной жизни. Ну, а что если мы предположим, что какая-то цивилизация достигла большого размаха, большого уровня развития, ну, допустим, она на миллионы лет раньше сформировалась, и за миллионы лет очень сильно развилась технически. Такая цивилизация, возможно, будет строить в своей звездной системе массивные астроинженерные проекты, допустим, вот один из таких самых известных проектов — это сфера Дайсона. Гипотетический объект технического, то есть искусственного происхождения, некая оболочка, которая будет охватывать большое расстояние вокруг своей звезды с целью полного максимального потребления энергии звезды. Ну, понятно, что чем более развита цивилизация, например, на примере нашей, тем больше энергии она потребляет. В идеале надо бы использовать максимально всю энергию своей звезды. И для нас какой вывод из этого всего? Что, возможно, если такая цивилизация существует где-то во Вселенной, ну, не очень далеко, допустим, в нашей галактике, то вот этими массивными, огромными астроинженерными конструкциями она может себя выдать. И вот поиск вот таких вот глобальных построений тоже одно из направлений, которым мы можем заниматься. Следующая идея. Ну, мы можем ждать сигналы от других цивилизаций, мы можем и сами сигналы посылать, и такие радиосигналы именно целенаправленные с определенной информацией в космос посылались. Самым известным, наверное, является послание Арисиба в 1974 году, которое было направлено в направлении шарового скопления М13, на расстоянии 25 тысяч лет находится это скопление. Удобно оно тем, что компактно расположены звезды там, и наш радиосигнал покроет всю эту область. И если там есть какие-то разумные существа, технически развитые, то через 25 тысяч лет всего-навсего они получат наше послание. Само послание, ну, известная картиночка, в двоичном коде зашифровано радиосигналом. Если правильно ее расшифровать, если довольно умные инопланетяне окажутся, если правильно расшифруют, в принципе, нам это несложно расшифровать, то есть ученым быстро. Но вот насколько там догадаются это сделать, то вот такой рисуночек, который строго определенно, пикселями такими заложена информация о строении атомов, о строении определенных молекул, из которых состоит наша ДНК, количество населения зашифровано, диаметр нашей орбиты, и даже наше местоположение показано. Автор послания, известный астроном, популяризатор науки Карл Саган, он занимался очень много этими проектами. Помимо радиопосланий, можно посылать и материальные объекты в космос. В частности, в 70-х годах четыре аппарата, очень известных, были запущены для изучения дальних окраин нашей Солнечной системы. Два аппарата Пионер-10, Пионер-11 в 72-м и 73-м году и два аппарата Voyager. И вот на этих аппаратах были прикреплены пластины с информацией о человечестве. Если на Пионерах это была просто графическая пластина с нарисованной информацией, кстати говоря, ради интереса попробовали эту пластину дать для расшифровки людям, не вовлеченным в проект, ученым, большинство не сумели расшифровать, что там зашифровано. Ну, все полностью. А вот на пластинках Voyager золотые пластины здесь уже зашифрованы были большие массивы информации, в том числе и звуковые сигналы, и видеосигналы, ну, это как диски такие информационные. Тоже такие проекты были. Сейчас Voyager уже покинули условную границу Солнечной системы за 100 астрономических единиц они пределы. Вылетели до ближайшей звезды Voyager, вот если будут лететь с такой скоростью, с которой летят сейчас, долетят примерно через 80 или 100 тысяч лет. Если, блин, на ближайшей звезде кто-то есть, то вот они такую пластиночку в подарок получат. Еще один проект, который был на слуху относительно недавно, опять Юрий Миллер вместе со Стивеном Хокингом, они презентовали свою идею Breakthrough Starshot. Идея заключалась в следующем. К ближайшим звездам направить большое количество, там до десятков тысяч, маленьких микроспутников, микрокосмических аппаратов с микросхемами, с камерами, ну, то есть, как современные технологии нам позволяют это делать. Идея эта была раскритикована, подробно о ней можете в интернете почитать, сейчас времени нет. Идея была раскритикована международным, научным сообществом, инженерами, то есть, показали, что она критически нереализуема, особенно вот солнечный парус, предполагало, что такие аппараты лазерным лучом в земле должны разогоняться до скорости близкой примерно четверть скорости света. Но у этих таких, скажем так, информационных бросов положительная роль какая? Они побуждают научную дискуссию. Сейчас в науке уже такого большого энтузиазма в поисках жизни, по крайней мере, в радиусе, диапазоне, нет. И вот эти заявления, они инициируют дискуссию, ну, и привлекают к себе специалистов, которые могут что-то интересное, новое сказать. Опасности передачи посланий внеземной цивилизации. Не все согласны с подобной стратегией, что давайте будем все рассылать в космос, к другим цивилизациям. Кстати, Стивен Хокинг опять, интересный человек. С одной стороны, он поддерживает проект по отправке посланий в космос, с другой стороны, сам же критикует подобные проекты. Идея здесь такая, ну, мы же не знаем, что из себя представляют инопланетяне, внеземные цивилизации. А вдруг они не такие уж и добрые. Узнают все о нас и прилетят нас, поработят, уничтожат. Ну, вот, кинематограф активно эту идею в своих фильмах использует. Ну, хотя я только что недавно показывал диаметр пузыря радиосигналов, то есть, в масштабах галактики ничтожен, а наши разлетающиеся космические аппараты, ну, они гораздо медленнее, скорости света летят, пока никакой опасности, наверное, в любом случае нет. Ну, а там через десятки, сотни тысяч лет, если человечество доживет, может быть, оно придумает, как с инопланетным вторжением справиться, если таковой будет. Десятый проект очевидный, можно попробовать полететь к другим звездам самим, ну, здесь ограничение чисто технического характера, звезды от нас находятся очень далеко, никакой технической возможности сейчас долететь до них людям нет, это нужны колоссальные корабли, хотя, справедливости ради нужно сказать, что проекты, начиная с 50-х годов, причем продуманные, проекты различные, дорогие, очень, очень масштабные, но все-таки, ну, не нарушающие законы физики, по крайней мере, предпринимались, гипотетические корабли строились, на бумаге, конечно же, пока ничего этого нет, но человеческая мысль в этом направлении не дремлет, возможно, с развитием техники у нас появится больше возможностей что-то подобное произвести, либо аналогичное. Интересный факт здесь, в 2006 году в область, в направлении дальних планет Солнечной системы, в частности, до изучения Плутона был направлен космический аппарат Новые горизонты, в 2015 году он до Плутона долетел, и все, кто из вас космосом увлекается, видели красивые фотографии Плутона, впервые полученные. Вот на этом аппарате содержится одна унция праха первооткрывателя Плутона, Клайда Томбо. И таким образом Клайд Томбо окажется через где-то примерно 40 лет, когда Новые горизонты вылечит за условные границы Солнечной системы первым человеком, кто хотя бы в состоянии праха покинет пределы Солнечной системы. Интереснейшее направление дальше поиск экзопланет. Экзопланета планета за пределами Солнечной системы. Сейчас это одно из самых активно развивающихся направлений, и здесь вот буквально каждые несколько месяцев какие-то очередные прорывы технологии развиваются, и уже вот все лучше, лучше, лучше мы познаем в этом направлении окружающее нас пространство. Если в 1991 году была первая открыта планета, ученые знали, что они есть, просто технических возможностей до 90-х годов не было их увидеть, то по состоянию на 2016 год, на ноябрь 2016 года открыто уже 3,5 тысячи планет за пределами Солнечной системы. А всего в нашей галактике порядка сотни миллиардов планет может быть, причем от 5 до 20 миллиардов это землеподобные планеты. Методы для исследований их за планет самые разнообразные, совсем коротко я расскажу. Например, метод радиальных скоростей, так называемых. Идея здесь простая. Есть звезда, вокруг нее, допустим, массивная планета вращается за счет того, что планета немножко, но все равно притягивает к себе звезду, и получается, что планета звезду раскачивает. Если вот это вращение совместное происходит в плоскости нашего наблюдения, то есть звезда получается к нам то приближается, то удаляется, вот так она маячит, мы, изучая свет от этой звезды, можем зафиксировать вот это изменение скорости. Ну, здесь вывод дальше простой. Что может раскачивать звезду вот так, периодически? Ну, только наличие планеты. Вот таким методом мы можем определять планеты. В частности, таким методом была найдена планета в ближайшей к нам звезде Проксима Б, Проксима Центавра, на расстоянии всего 4,2 световых года находится. Следующий интересный и, наверное, самый известный популярный метод это транзитный метод. Идея тоже довольно простая. Есть звезда, вокруг нее вращается планета. Если плоскость орбитальная вот этой звездной системы опять лежит по направлению к нам на луче нашего зрения, то в тот момент, когда планета перед звездой проходит перед нами, яркость звезды на некоторые значения падает. И мы можем падение яркости зафиксировать. Сейчас телескопы позволяют это делать. Если падение яркости происходит периодически, то не так много гипотез здесь можно выдвинуть. Ну, либо какой-то космический корабль вращается вокруг звезды, что маловероятно. Либо планета с определенным периодом вращается. Таким образом тоже планеты детектируются. Транзитным методом найдена, например, сейчас, наверное, самая известная звездная система Трэпэйст-1 после конференции НАСА, которая была совсем недавно, вот об этой звезде заговорили, и об этой звездной системе. Там целых 7 землеподобных планет. Специфическая звездная система, ну, интересная. Не так уж далеко, примерно 40 световых лет, по-моему, если не ошибаюсь. Следующий, да, вот сравнение нашего Солнца и самой звезды. Звезда маленькая, Трэпэйст-1, ну, говорят, что жизненно такой звездной системы быть не может, но откуда мы знаем, в конце концов. Может быть и может. Один из других методов это, ну, конечно же, прямое наблюдение. Прямым способом наблюдают звезды очень сложно, звезда очень яркая, она слепит, она, то есть, излучение от нее настолько мощное, что закрывает с собой планету. Но сейчас технологии развились до такой возможности и компьютерной обработки информации, что мы на изображении можем скрыть излучение звезды в результате комплексной обработки данных и зафиксировать вот свечение планет. Особенно, если планета газообразная, близко расположена к звезде, у них нагретая атмосфера, они тоже излучают, и это излучение можно зафиксировать. Вот это не рисунок, это реальная фотография звезды и четыре планеты вокруг нее вращаются. То есть, прямым способом уже технологии позволяют экзопланеты на расстоянии даже вот 130 световых лет довольно далеко обнаружить. Гипотезы. Что у нас есть вообще? Что есть в астробиологии вот такого хотя бы сомнительного характера? Известнейший 70-х годов сигнал ВАУ, радиосигнал, который внезапно был получен в одной из радиообсерваторий, больше не повторялся. Странный сигнал, необычные, обычные естественные источники так не звучат, скажем так, в радиодиапазоне. Вот этот сигнал единожды прозвучал и больше не повторялся. Ну, множество гипотез естественного характера этого сигнала было выдвинуто. Ни одна достоверной пока не кажется, чтобы все с ней были согласны. правда, по последним размышлениям, если можно так сказать, этот сигнал имеет происхождение кометное. То есть, вот в области наблюдения пролетали кометы и излучение кометного вещества вот такой сигнал резкий вызвало. Другой интересный феномен. Вот звезда с таким длинным названием КАИЦ и набор цифр. Двойная звезда в созвездии Лебедя довольно далеко от нас, 1500 цветовых лет. она интересна тем, что в этой звездной системе единожды опять же было зафиксировано необычное падение яркости звезды. Не такое, как мы обычно привыкли в транзитном методом наблюдать. Опять же, заговорили о разных возможных гипотезах, но самые такие смелые фантазеры, если можно так сказать, среди ученых высказались в пользу того, что возможно это как раз что-то наподобие сферы Дайсона. Звезду как-то вот так окружает и вот такое интересное падение яркости было. Но это всего лишь гипотеза. Еще один интересный момент метеориты. На Земле есть некоторое количество марсианских метеоритов, то есть осколки марсианской коры, которые попали к нам на Землю. Да, такое тоже может быть. Один из таких метеоритов Алан-Хиллс 84001 интересен тем, что при сканировании внутреннего строения этого метеорита были найдены вот такие необычные рельефные структуры внутри, которые похожи на следы жизнедеятельности микроорганизмов. Похожи. Свои сложности здесь есть. Большинство ученых, биологов, эволюционных биологов, геологов не согласны с такой трактовкой по ряду причин, но вот сомнения все-таки остаются. А вдруг это следы микроорганизмов, которые миллиарды лет назад жили. А то, что эти следы очень маленькие, не соответствуют жизни земного типа, может быть на Марсе «Где же они все?» Так кратко можно сформулировать так называемый парадокс Ферми. Однажды в какой-то дискуссии, ненаучной просто в разговоре, Энриго Ферми, известный физик, ядерчик, задался вопросом, ну, если вокруг нас существуют разумные цивилизации, технологически развитые, то почему мы ни одной из этой цивилизаций не видим, не слышим? Где они все? То есть, возможно, наше представление о жизни у Вселенной неверное, возможно, мы как-то не так ищем, в чем-то мы явно ошибаемся. То есть, где инопланетяне в таком случае? Ну, какие факторы здесь можно привести, какие размышления? Почему мы не наблюдаем внеземную жизнь? Возможно, мы одни во Вселенной. Такое может быть, опять же, это не противоречит никаким законам физики. Да, мы считаем, что жизнь, ученые считают, что жизнь на Земле возникла естественным образом, но, возможно, настолько уникальное явление, что во Вселенной нет. Либо внеземные цивилизации, высокоразвитые, есть, но их очень мало, и они находятся от нас очень далеко, ближайшие там за миллионы световых лет, и никакой возможности их зафиксировать, их существование мы не имеем. Возможно, есть разумная жизнь вблизи нас, даже очень близко к нам, но вот она устроена так по-другому, мирозрение существ внеземных таково, что не считает нужным они искать собратьев по разуму и как-то выходить на контакт. А может, мы что-то вообще неправильно делаем и не знаем правильного ответа. Ну, в рамках данной лекции уфологию я не разбираю, поэтому, извините, эта гипотеза не будет. Одна из гипотез по поводу того, почему вокруг никого нет, это так называемая гипотеза уникальной Земли. Ну, кратко, если ее сформулировать, заключается она в том, что, вероятно, жизнь на Земле настолько, вот, возникла в результате сочетание такого огромного количества маловероятных факторов, что это, ну, практически уникальное явление во Вселенной, ну, и, соответственно, поблизости точно ничего подобного нет. Одной из теористических попыток ответить на парадокс Ферми является известное уравнение Дрейка или формула Дрейка. Фрэнк Дрейк, тот самый, который в первом, самым первым начал радиопоиск внеземных цивилизаций, ну, сформулировал такое, отчасти философское уравнение, довольно простое в понимании, какое количество в нашей галактике разумных цивилизаций желающих вступить с нами в контакт. И давайте разберем, от чего, от каких факторов это количество зависит. Ну, дальше, соответственно, идет оценка множества коэффициентов, каждая из которых определенную вероятность представляет, от нуля до единицы. Во-первых, желательно знать количество звезд в нашей галактике, а лучше скорость образования новых звезд. Ну, понятно, чем больше звезд в галактике, тем больше возможных планет жизнью и тем больше там разумных существ. Дальше. Какой процент звезд имеет планетные системы? Какой процент этих планетных систем пригоден для возникновения жизни? С какой вероятностью возникает на таких планетах жизнь? С какой вероятностью жизнь развивается до разумного состояния, технологически развитого состояния? Плюс еще какой-то коэффициент, ну, а вообще, какова вероятность того, что эта жизнь хочет с нами вступить в контакт? Ну и последнее, здесь немаловажный фактор, а сколько вообще по времени такая цивилизация может существовать. Ну, если срок жизни любой технологической цивилизации ограничен, допустим, сотни лет, и миллионы лет назад подобной цивилизацией была, то, естественно, мы ничего о ней уже не знаем. Она когда-то возникла, она до нашего происхождения закончила свое существование, и нам это не хорошо, не плохо. Подставляя разные коэффициенты, по-разному оценивая, а это все пока в основном, за исключением, может быть, первого фактора, это умозрительные коэффициенты, которые от наших гипотез зависят. Соответственно, разное количество цивилизаций в нашей галактике можно получить от практически ни одной до миллионов, то есть галактика может кишить цивилизацией, ну, самых оптимистов. Ну, по современным оценкам, вот приведены несколько коэффициентов, не очень хорошо их видно, наверное, здесь. По современным оценкам, примерно, опять же, большинство параметров умозрительных, можно получить, вот я сразу тогда перелистну слайд, взяв, некоторые коэффициенты взяли прямо из работы Дрейка, некоторые уточнены современными исследователями, получается вот для нашей галактики вот такое число. Что это значит? Ну, это значит, что примерно полторы внеземных цивилизаций на тысячу галактик в среднем должно приходиться, вот по нашим не очень оптимистичным оценкам. То есть это значит, что в ближайшем нашем окружении встретить даже в ближайших галактиках хотя бы еще одну внеземную цивилизацию, разумную цивилизацию, маловероятно. Вот ради интереса наша ближайшая соседка, галактика Андромеды, даже если там сейчас возникла, ну, примерно параллельно с нами возникла жизнь, расстояние между нами 2,5 миллиона световых лет, наши радиосигналы, соответственно, до них через 2,5 миллиона лет дойдут, ну и что-нибудь от них придет, какая-нибудь радиопередача. Что почитать? Ну, 4 книги я рекомендую, кому интересно вообще история развития проекта Сети, поисков жизни во Вселенной, все книжки замечательные. Иосиф Шкловский, «Вселенная, жизнь, разум», самый известный, наверное, наш астроном советский, большой вклад вообще в астрономию мировую внес, и в том числе в развитие идей о поисках жизни во Вселенной. Книжка выдержала еще в советское время, по-моему, 5 изданий, и даже сейчас, когда народ читает книги гораздо менее охотно, ее до сих пор издают, и до сих пор успешно она распродается. Жизнь, как она есть, ее зарождение и сущность, это Фрэнсис Крик, один из авторов открытия строения ДНК, Уотсон и Крик, Нобелевские лауреаты. Он один из идеологов панспермии, гипотезы панспермии, что жизнь на Земле зародилась вторжением инопланетного тела какого-то, ну, интересную свою гипотезу он там излагает. История проекта сети, глобальная такая энциклопедия, Лев Генделис, один из российских сторонников проекта сети, исследователи в этой области, очень интересную историю развития рассказывает. Ну и Карл Саган, Мир полный демонов, вообще о науке, о научном методе, о борьбе с уфологией, с различными нападками на науку, и вообще о том, как ученые ищут жизнь, и как отличить науку от псевдонауки, очень интересная книга, тоже рекомендую. Ну, закончить хотелось бы цитатой, которая мне нравится, я все эти лекции подобные заканчиваю именно ей, цитата известного фантаста Артура Кларка, в том числе изобретателя и футуролога известного, он предсказал создание спутниковой сотовой связи, и вообще вот в будущем интернета. Мы либо одиноки во Вселенной, либо нет, и то и другое пугает. Мне кажется, это очень краткое, но глубокое изречение философского характера. Действительно, а что, если мы во Вселенной одни, и как это вообще должно повлиять на наше мировоззрение, как мы должны пересмотреть отношения к жизни на Земле, и к тому, как мы небережно относимся к жизни на Земле, и в том числе к нашим братьям меньшим, и к себе. А что, если есть другие представители жизни, совсем не похожие на нас, это тоже пугает. Ну, на этом я хочу закончить. Всем спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ